Продолжение следует... В этом темах представлено предложение с однородными членами и сложно сочиненное предложение. А значит, мы будем с вами вспоминать, в каких же случаях ставятся запятые в данных синтаксических конструкциях. Итак, тема сегодняшнего урока – подготовка к единому государственному экзамену по русскому языку, знаки перепинания в предложении с однородными членами и в сложно сочиненном предложении. Разбор задания номер 16. Давайте с вами вспомним, что такое однородные члены предложения. Однородными называются члены предложения, главные или второстепенные, которые отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному и тому же члену предложения и выполняют одинаковую синтаксическую роль в предложении. Сложно сочиненные предложения – это предложения, состоящие из двух и более равнопранных частей, соединенных между собой интенционно и при помощи сочинительных союзов. Давайте вспомним формулировку задания 16. Расставьте знаки перепинания, укажите два предложения, в которых нужно поставить одну запятую. Запишите номера этих предложений. Напоминаю вам, что задание 16 оценивается в 2 балла. Вы можете получить за каждый правильный ответ по одному баллу. Итак, чтобы его успешно выполнить, необходимо вспомнить теорию по данной теме. Запятая не ставится между однородными членами, соединенными одиночными союзами и, да, в значении и, или, либо. Например, белка песенки поет и орешки все грызет. Однородные сказуемые поет, грызет соединены одиночным союзом и. Запятая не ставится. Также запятая не ставится в устойчивых сочетаниях с повторяющимися союзами «ни свет, ни заря», «ни то, ни сё», «ни шатка, ни валка» и тому подобное. Например, на другой день «ни свет, ни заря» Лиза уже проснулась. Запятая внутри устойчивого выражения «ни свет, ни заря» не должна ставиться. Также запятая не ставится между двумя глаголами, употребленными в одной и той же форме и выступающими в роли единого сказуемого. Например, «пойду посмотрю расписание занятий», «пойду посмотрю» — это единое сказуемое. Между однородными членами, соединенными повторяющимися союзами «и», «и», запятая ставится перед вторым и третьим союзом «и», используемый при причислении, но не перед первым, если перед первым союзом еще не начат однородный ряд. Это правило иллюстрирует пример. Горный поток и шумел, и пенился, и бился о скалы. Обратите внимание, в этом простом предложении однородные сказуемые «шумел», «пенился», «бился» — они соединены повторяющимся союзом «и». Но однородный ряд начинается после союза «и». Отсюда следует, что запятую необходимо ставить перед вторым и третьим союзом. Перед первым союзом запятая отсутствует. Рассмотрим еще один пример. Запятая ставится и перед первым повторяющимся союзом «и», если однородный ряд был уже начат перед первым союзом «и». Пример иллюстрирует эту пунктограмму. Горный поток шумел, и пенился, и бился о скалы. Так же, как и в предыдущем предложении, однородные члены сказуемые «шумел», «пенился», «бился». Но обратите внимание, что поменялось. Однородный ряд начинается перед первым же союзом «и». Вы видите, что перед союзом «и» уже стоит сказуемое «шумел». Значит, мы вынуждены ставить запятую перед первым же союзом «и». И здесь у нас две запятые в этом предложении. Также между однородными членами, связанными противительными союзами «а», «но», «однако», «да» в значении «но», «зато» всегда ставится запятая. Вы видите это на схемах. Перед второй частью двойных союзов, соединяющих однородные члены, ставится запятая. Не только, но и. Перед второй частью мы обязаны поставить запятую. Как, так и. Хотя и. Но. Если не то, не столько, сколько. Дальше перейдем с вами ко второй части нашей темы. Пунктуация в сложносочиненном предложении. Что необходимо вспомнить здесь. Если сочинительный союз «и» соединяет части сложносочиненного предложения, то мы ставим запятую перед союзом «и». Пример. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога. И первым по ней кинулся бежать остроухий пёс. Из известного всем романа Михаила Фанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Мы видим, что в предложении сочинительный союз «и» соединяет два простых предложения в составе сложносочиненного. Две грамматические основы. Протянулась дорога и кинулся бежать пёс. Поэтому мы ставим запятую перед сочинительным союзом «и». Но запятая в сложносочиненном предложении может и отсутствовать. Если части сложносочиненного предложения объединены общим второстепенным членом предложения, который может указывать на место, время или способ действия, запятая перед союзом «и», союзом «да» в значении «и», союзом «либо» не ставится. Пример. В гавани огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт. Максим Горький. Мы видим, что здесь две грамматические основы. Это сложно, сложное предложение, соединенное сочинительным союзом «и». Но обе грамматические основы имеют общий второстепенный член, который указывает на место, где происходили события, где в гавани огни фонарей столпились в разноцветную группу и в гавани видны были стволы мачт. Таким образом, запятая перед союзом и не ставится, потому что есть общий второстепенный член для обеих частей сложносочиненного предложения. Теперь мы с вами можем применить полученные знания и с легкостью и успехом решить тест единого государственного экзамена под номером 16. Итак, давайте с вами прочитаем эти предложения. Споры грибов хорошо сохраняются как при высоких, так и при низких температурах. В своих картинах Левитан не уходил в сказочный мир или в древнерусскую старину. Здесь и прозрачное небо, и хрустально чистый воздух, и свежая зелень придают картине высшую степень и одохватворенность. Вечером отец обычно рассказывал мне сказки или читал стихи. Горел яркий костер и дорогу заносило дымом. Попробуйте определить, в каких двух предложениях ставится одна запятая. Давайте теперь сведем с ответом. Итак, первое предложение. Споры грибов хорошо сохраняются как при высоких, так и при низких температурах. Это простое предложение, но оно осложнено однородными определениями. В температурах каких? Высоких, в температурах каких? Низких. Однородные определения соединены между собой двойным союзом. Как, так и. Вы уже знаете, что при двойном союзе запятая ставится только перед второй его частью. Поэтому перед так и мы поставили запятую. Второе предложение. В своих картинах Левитан не уходил в сказочный мир или в древнерусскую старину. Что мы видим здесь? Однородные дополнения. Уходил во что? Мир, старину. Они соединены между собой разделительным союзом или. Этот союз одиночный, он не повторяется, поэтому запятую в этом предложении ставить не нужно. Предложение под номером три. Здесь и прозрачное небо, и хрустально чистый воздух, и свежая зелень придают картине высшую степень одухотворенности. Мы видим, что это также простое предложение, но оно осложнено однородными подлежащими. Небо, воздух, зелень. Три однородных подлежащих соединены между собой повторяющимися союзами и. И, и, и. Увидели. Дальше обратите внимание, что однородный ряд начинается после первого союза и, не перед ним. Соответственно, запятую нужно ставить перед вторым и перед третьим союзом. Четвертое предложение. Вечером отец обычно рассказывал мне сказки или читал стихи. Это также простое предложение, но оно осложнено однородными сказуемыми. Рассказывал, читал. Однородные сказуемые соединены между собой разделительным союзом или. Одиночный союз, запятая, не ставится. Пятый вариант. Горел яркий костер и дорогу заносило дымом. Это уже предложение сложное, потому что здесь две грамматические основы. Костер горел и вторая грамматическая основа заносила. Они равноправды между собой и соединены с отчинительным союзом и. В начале предложения общего второстепенного члена, который бы указывал на место, способ действия или время, нет. Поэтому запятую мы обязаны поставить. Таким образом, мы видим, что запятая в данном задании ставится только в первом предложении, одна запятая, и в предложении под номером 5 также ставится одна запятая. Правильный ответ 1, 5. Повторяю вам, что в задании номер 16 должно быть два правильных ответа, за которые сейчас мы с вами получили заслуженно 2 балла. Я думаю, что вы успешно справились с этим заданием и также успешно выполните домашнее задание, которое я вам предлагаю. Это упражнение 378 на странице 256. Спасибо за внимание. Удачи вам, ребята, и до новых встреч. Здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники. Сегодня мы разберем решение задачи номер 11 из профильного уровня. В этой задаче есть задачи на движение, задачи на работу, задачи на проценты. Задача номер 11 – это задача с кратким ответом. Поэтому мы помним, что ответом может быть только целое число или конечная десятичная дробь. Задачи на проценты. Для решения подавляющего большинства задач на проценты на самом деле достаточно просто понимать, что один процент – это сотая часть числа. Но так как процент – это сотая часть числа, то чтобы найти к процентов от числа, нам надо число умножить на к сотых. Просмотрим первый пример. Найти 25 процентов от 92 килограммов. Ответ дайте в килограммах. Решение. 25 процентов данной величины – это 0,25 данной величины. Поэтому, чтобы найти 25 процентов от числа 92, нам достаточно 0,25 умножить на 92. Но так как 0,25 – это 0,25, то достаточно 92 разделить на 4, и мы получим 23 килограмма. В ответ пишем число 23. Пример 2. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доходы Семен Петрович получил 13 920 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Семена Петровича? Решение. Так как налог составляет 13%, то после его удержания 100 минус 13 мы получим 87% заработной платы. Эти 87% и есть 13 920 рублей. Или 13 920 рублей – это 87%. Легко найти 1%. 13 920 разделим на 87. Получим 160 рублей – 1%. Ну а чтобы найти 100%, достаточно умножить на 100. Получим 16 000 рублей. В ответ мы записываем число 16 000. Третий пример. 5 рубашек дешевле куртки на 25%. На сколько процентов 7 рубашек дороже куртки? Решение. Можно обозначить буквой R – это стоимость одной рубашки. Буквой K – стоимость одной куртки. Из условия задачи следует, что так как 5 рубашек дешевле куртки на 25%, то 5 рубашек составляют 75% от стоимости куртки. То есть 5R равно 0,75 умножить на K. Отсюда легко найти R. Разделим 0,75K на 5. Получим 0,15K. А нам надо оценить 7 рубашек. Поэтому 7 умножить на R, получим 0,15K умножить на 7. Что равно 1,05K. То есть стоимость 7 рубашек больше стоимости куртки на 0,05. То есть на 5%. Ответ 5. Рассмотрим задачи на концентрацию смеси и сплава. Задачи на концентрацию – это задачи на процентное содержание какого-то вещества в растворе, в сплаве или смеси. Ключевой при решении таких задач является идея отслеживания изменений, происходящих с чистым веществом. Например, первая задача. Найдите концентрацию кислоты, полученной при смешивании 30 кг ее 80% и 20 кг ее 60% растворов. Решение. Используем идею отслеживания, что будет происходить с чистой кислотой. Изобразим схематически нашу задачу. У нас есть первый раствор, его масса 30 кг, второй раствор, его масса 20 кг. Ну а так как эти растворы смешивают, то мы получим общую массу 50 кг. Рассмотрим чистую кислоту. Первый раствор содержит 80% кислоты, а 80% от числа 30, это есть произведение, 0,8 на 30, либо 0,8 умножить на 30 и мы получим 24 кг кислоты содержит первый раствор. Рассмотрим второй раствор. Концентрация второго раствора 60%. Сколько же кислоты в этом растворе в килограммах? Для этого мы найдем 60% от числа 20. 60% это дробь 0,60. Чтобы найти дробь от числа, мы должны выполнить умножение этой дроби на число, получим 0,60 умножить на 20 или 0,6 умножить на 20 равно 12 кг, то есть во втором растворе чистой кислоты 12 кг. Но так как эти растворы перемешали, соединили, то общая масса кислоты, это 24 плюс 12, составляет 36 кг. Теперь нам надо выяснить, сколько же это процентов. Эту задачу можно решить в пропорции. Весь раствор 50 кг составляет 100%. И надо определить, сколько процентов составляет кислота, масса которой 36 кг. Можно просто найти число К с помощью произведения 36 кг. Это 36,5. И чтобы узнать, сколько это составляет процентов, мы 36,5 умножим на 100%. Получим 72%. Ответ 72. Пример номер 2. Виноград содержит 91% влаги, а изюм 7%. Сколько килограмма винограда требуется для получения 21 кг изюма? Решение. Для решения задачи мы используем идею чистого вещества. В данном случае чистым веществом является сухое вещество. Обозначим то, что спрашивается в задаче, сколько килограммов винограда буквой Х. То есть пусть Х килограмм винограда. Но, так как виноград содержит 91% влаги, то сухое вещество составляет 9%. Масса всего винограда Х килограмм. Определим, сколько же килограмм составляет сухое вещество. 9% от Х. Это произведение числа 0,09 на Х. Определим, сколько килограммов сухого вещества в изюме. В условии задачи изюм содержит 7% влаги. Значит, 93% остается на сухое вещество. Найдем 93% от числа 21, от массы изюма. Для этого мы 0,93 умножим на 21. Но, так как при сушке винограда мы получаем изюм, а количество сухого вещества не меняется, то мы можем приравнять эти выражения. Произведение 0,09 умножить на Х равно 0,93 умножить на 21. Решая полученное уравнение, мы получим, что Х, а Х это у нас была масса винограда, это то, что надо было узнать в задаче. Х равно 217. В ответ мы запишем число 217. Третий пример. Смешав 30% и 60% растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 36% раствор кислоты. Это первая часть задачи. Вторая часть. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50% раствора той же кислоты, то получили бы 41% раствор кислоты. Вопрос. Сколько килограммов 30% раствора использовали для получения смеси? Запишем кратко схему для данной задачи. Первый раствор 30%, масса его обозначим буквой Х. Это то, что нам надо будет найти. Второй раствор, концентрация его 60%, масса тоже неизвестна, обозначим Y. Еще добавили воду. Масса воды 10 кг. То есть масса всего раствора нового получилась и X плюс Y плюс 10. И концентрация нового раствора составляет 36%. Найдем чистое вещество, массу чистого вещества, кислоты. В первом растворе масса составляет 0,3х кислоты. Во втором растворе масса кислоты составляет 0,6у. И новый раствор, который мы получили, его концентрация 36%. То есть 36% от суммы X плюс Y плюс 10, от массы всего раствора. Масса данной кислоты равна 0,36 умножить на сумму X плюс Y плюс 10. Сразу можно записать уравнение. 0,3х плюс 0,6у равно 0,36 умножить на сумму X плюс Y плюс 10. Вторая часть задачи. Первый раствор тот же, 30% и масса кислоты та же, 0,3х. Второй раствор 60% масса кислоты 0,6у. И добавили вместо воды 50% раствор, масса которого 10 кг. Масса этой кислоты будет равна произведению 0,5 на 10. Масса кислоты нового раствора. Концентрация нового раствора 41%. Мы найдем 41% от массы X плюс Y плюс 10. Это произведение 0,41 умножить на сумму X плюс Y плюс 10. Таким образом, мы получаем второе уравнение. 0,3х плюс 0,6у плюс 0,5 умножить на 10 равно 0,41 умножить на сумму X плюс Y плюс 10. Мы получим систему двух уравнений с двумя неизвестными. Остается ее решить. Каждый решает так, как ему удобно. Можно избавиться от десятичных дробей умножением каждого уравнения на 100. Мы получим целые числа, коэффициенты перед X и Y. 30, 60 и 36 можно разделить на 6 или умножить на 1 шестою. Уже уравнение будет проще. 5х плюс 10Y равно 6 умножить на X плюс Y плюс 10 сумма. Второе уравнение без изменений. Данную систему удобно решить способом сложения. Мы можем первое уравнение умножить на минус 11. И тогда полученная система примет вид 11х минус 44у равно минус 660. Второе уравнение перепишем без изменения. Складывая оба уравнения, мы получим, что минус 25Y равно минус 750. Отсюда Y равен 30. Найдя Y данное значение, мы подставляем в простое уравнение системы, которое проще для вычислений. Вместо Y подставили 30, получили уравнение минус X плюс 120 равно 60. В итоге X равно 60. Нас спросили, какова масса 30% раствора. А это и есть значение X. Ответ число 60. Наш урок подошел к концу. Я вам рекомендую выполнить варианты ЕГЭ профильного уровня. Задание под номер 11. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые 11-классники. Мы продолжаем с вами изучать общество знания. Тема нашего урока «Человек в обществе». Эту тему изучали вы в прошлом учебном году, поэтому наша основная цель будет повторить ранее изученные знания. План урока. Человек и его природа. Общество, общественные отношения. Деятельность, способ существования людей и современное общество. Человек. Включает в себя биологическое начало. Инстинкты, биологическая программа развития, анатомия, физиология. Психологическое начало, внутренний мир человека, его характер, эмоциональная сфера. Социальное начало. Деятельность, общение, мышление, речь. Сопоставив все это, мы можем с вами вывести в понятие, кто же такой человек. Человек – субъект общественно-исторической деятельности и культуры, биосоциальное существо, обладающее сознанием, членораздельной речью, нравственными качествами и способностью изготавливать орудия труда. Понятие «человек» употребляется для характеристики всеобщих, присущих всем людям качеств и способностей. Понятие подчеркивает наличие такой общности, как человеческий род. Индивид. Единичный представитель человеческого рода. Это конкретный человек. Индивидуальность. Неповторимое своеобразие отличительных особенностей, как внешних, так и внутренних, от других людей. Личность. Устойчивая система социально значимых черт, характеризующая индивида как члена того или иного общества. Личность как субъект отношений и сознательной деятельности. Индивидом рождается, личностью становится, а индивидуальность отстаивает. Давайте с вами вспомним, чем же отличается человек от животного. Если животное использует только естественные орудия, то, в свою очередь, человек изготавливает орудия труда и использует их как средство производства материальных благ. Животное подчинено инстинктам. У человека он осуществляет сознательную, целенаправленную творческую деятельность. Животные не обладают высокоразвитым мозгом и не умеют говорить. В свою очередь, человек обладает высокоразвитым мозгом, мышлением и речью. Мы переходим с вами ко второму вопросу – общество и общественные отношения. И рассмотрим с вами сегодня понятие общества в узком и широком смысле. В узком смысле общество – это группа людей, объединенная общими интересами. Это может быть общество книголюбов, общество собаководов и педагогическое общество. Конкретная страна – это европейское общество, российское общество, английское общество. Или это определенный исторический тип общества – индустриальное общество, традиционное общество и архаичное общество. Общественные отношения. Многообразные формы взаимодействия людей, а также связи, возникающие между различными социальными группами, делятся на материальные отношения и духовные отношения. Материальные отношения возникают и складываются непосредственно в ходе практической деятельности человека, вне сознания и вне зависимости от него. Это производственные отношения, экологические отношения. Духовные отношения формируются, предварительно проходя через сознание людей, определяют их духовными ценностями – моральные, правовые, философские, политические, художественные и религиозные. Макроструктура общества равна как обществу, как система в целом. Включает в себя сферы, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. Экономическая сфера. Включает отношения, связанные с производством и потреблением материальных благ. Социальная сфера. Включает отношения между различными социальными общностями и группами. Политическая. Включает отношения в области политической деятельности, руководит и управляет. И духовная. Отношения, складывающиеся в процессе создания, сохранения и освоения духовных благ. Типы социальных институтов. Экономический тип. Его примеры. Производство, рынок, собственность, банки. Какие же потребности удовлетворяет? Создание материальных благ, добывание, средств существования. Политический институт. Государство. Гражданское общество. Институт власти. Потребность безопасности и поддержание социального порядка. Институт семьи. Семья. Брак. Воспитание. Продолжение рода. И социализация. Культурный институт. Наука. Образование. Религия. Передача опыта. И духовные потребности. Три модели взаимодействия государства и различных социальных институтов. Вспоминаем с вами. Американское. Пример. Соединенные Штаты Америки. Наименьшее вмешательство государства в экономические и социальные процессы. Азиатское. Пример. Сингапур. Приоритеты отданы государству. Экономика развивается в рамках авторитаризма. И европейская. Пример. Финляндия. Активность государства. Финансирование исследовательских программ. Стремление максимально повысить качество жизни граждан. Общество. Саморазвивающаяся система. Общественное развитие. Это процесс, который может носить реформистский или революционный характер. Реформа делится на виды. Прогресс. Регресс. Революция также имеет виды. Кратковременная. Долговременная. Рассмотрим с вами реформа и ее виды. Регресс. Движение от высшего к низшему. Процесс деградации. Упадка. Возврат к жившим себя формам и структурам. Прогресс, в свою очередь, это движение вперед, направление развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Критерии общественного прогресса. Критерии. Показатель, с помощью которого можно оценить что-либо. Развитие человеческого разума. Развитие науки и техники. Развитие производительных сил. Рост уровня жизни. Степени социальной защиты. Совершенствование нравственности людей. Степень свободы личности в обществе. Основной критерий – это гуманистический. Мы переходим с вами к третьему вопросу – деятельность, способ существования людей. И давайте с вами вспомним понятие, что же такое деятельность. Специфический вид человеческой активности направлен на совершенствование окружающего мира и самого себя. Основные компоненты деятельности – субъект деятельности и объект деятельности. Субъект деятельности – это тот, кто осуществляет деятельность. Это может быть человек, группа, общество, обладающий определенным мотивом, имеющий цель, применяющий методы и средства. Далее идет процесс, который в итоге приводит к конечному результату или готовому продукту. Объект деятельности – это то, на что направлена деятельность. Это может быть предмет, процесс или явление. Цель деятельности – это осознанный образ того результата, на достижение которого направлено действие человека. Действие – это процесс, направленный на реализацию поставленной цели. Виды деятельности, в которые неизбежно включается каждый человек в процессе своего индивидуального развития. Это игра, учение, общение, труд. Мы переходим с вами к четвертому вопросу – современное общество. Постиндустриальное информационное общество – это современный этап общественного развития, характеризующийся становлением глобальной экономики, в которой определенную роль играют информационные технологии и развитым гражданским обществом, открытым для глобальных процессов. Термин «глобализация» в середине XIX века использовал Карл Маркс, характеризуя создание мирового рынка. Глобализация – это процесс всемирной интеграции и унификации, жизнедеятельности национальных государств в области политики, экономики, идеологии, обусловленной зависимостью современных национальных экономик от распределения планетарных ресурсов и международной системы разделения труда. Символ глобализации стала коммуникация, обмен информацией, использование интернета. Давайте с вами рассмотрим информационное общество и его специфические черты. Широкое применение информационных технологий. Информация превращается в фактор производства. В экономике преобладающей становится сфера услуг. Происходит децентрализация производства, гибкое мелкосерийное производство, высокая сенсуальная мобильность и правовое государство. Информационная сфера общества представлена Информация, инфраструктура, субъекты формирования и использования информационных ресурсов и системы регулирования. Субъектами глобальной экономики и лидерами мирового рынка выступают транснациональные корпорации – ТНК. Это фирмы, которые имеют дочерние предприятия или филиалы во многих странах и реализуют на международном рынке свою продукцию, оказывая влияние на мировую экономику или ее отдельный сегмент. Информационная экономика предъявляет новые требования к работнику, одно из которых – интеллектуальный капитал. Это знания, которыми обладает рабочая сила и которые обеспечивают конкурентноспособность фирмы или международную конкурентноспособность страны. Регуляторами глобальной информационной экономики являются Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирный банк. Для защиты национальных интересов в информационной среде в 2000 году была принята доктрина информационной безопасности. Этот документ рассматривает должное поведение государства, общества, личности в информационной среде. А именно, интересы личности связаны с реализацией конституционных прав на доступ к информации. Интересы общества заключаются в упрощении демократии, создании правового социального государства. Интересы государства выражаются в создании условий для развития российской информационной инфраструктуры, реализации конституционных прав и свобод граждан, защиты конституционного строя, равноправие и взаимовыгодное международное сотрудничество. Знания о современном этапе развития общества позволяют лучше ориентироваться в повседневной жизни. Основная задача – научиться перерабатывать и использовать новейшую информацию, стремиться к расширению своих знаний. Знания – это залог успешной профессиональной деятельности. Используя интернет, можно осуществлять различные бытовые операции. Увлекаясь интернетом, не забывайте о том, что ничто не заменит реального человеческого общения. Домашнее задание. Я предлагаю вам выбрать одно из предложенных ниже высказываний и на его основе написать мини-сочинение. Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал другого. Без борьбы нет прогресса. Человек – нечаянная, прекрасная, мучительная попытка природы осознать самого себя. Спасибо за внимание. Я желаю вам удачи. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин